Если вдруг в декабре вы решите прокатиться по лесной дороге, будьте готовы к встрече с лесной охраной. С 30 ноября лесничество начало заключать с северянами договор о купли-продаже новогодних елей. И в это же время начались практически ежедневные рейды, чтобы не допустить незаконную рубку. В 2015 году было поймано 6 нарушителей, ставленных протокол о действительных правонарушениях за незаконную пробку новогодних елей. В этом году еще ни одного черного елеруба задержать не удалось. Оно и понятно. За незаконную рубку хвойных может наступить не только административная, но и уголовная ответственность. Если нарушитель отправился в лес с приятелем и срубил две елочки, это уже преступное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В лесничестве говорят, мухлевать нет никакого смысла. Вот такая вот елочка, метр восемьдесят роста, обойдется вам всего в 29 рублей 19 копеек. Если же вы срубите ее незаконно, то по кошельку ударит очень больно. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей и придется возместить ущерб, нанесенный государству. А это дополнительные деньги. Срубить елочку или сосну без угрозы для кошелька и урона природе можно вдоль линии электропередач, а также на лесных участках, подлежащих расчистке. Но предварительно надо оплатить стоимость дерева и заполнить договор купли-продажи. Все эти документы можно скачать в группе Архангельского лесничества ВКонтакте. В этом году мы планируем 24 и 25 декабря в выходные дни также заняться приемом документов, чтобы все те, кто не успел сделать это в будние дни, смогли в принципе оформить и заготовить новогоднюю елку легально. Заключать договоры на самостоятельную добычу новогоднего дерева в Архангельском лесничестве будут вплоть до 30 декабря. Если же прогулки в лесу с топором на перевес не ваш формат, уже с 20 декабря еле можно будет купить. В Октябрьском округе с 20 по 31 декабря будут работать три елочных базара, два напротив розничного рынка на Нагорной и один у торгового центра ГИППа. Жители округа Майская горка смогут приобрести символ Нового года с 20 по 31 декабря на улице Галушина 15 и на улице Федора Абрамова 16. В Ломоносовском округе елки будут ждать своих хозяев с 22 по 31 декабря на центральном рынке и на двух точках по улице Ваучейского. В Соломболе елочные базары откроются 23 декабря на проспекте Никольский дом 33, улица Кедрово 26, улица Красных партизан, дома 12 и 28 и улица Терехина. Ирина Ившина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе. На уходящей неделе Архангельск заметно преобразился. Раскрасился к новогоднему празднику в яркие цвета, посветлел, похорошел. И это нормально, и это только начало. Уже в эти выходные во всех городских округах от Маймакса до Воравина торжественно и шумно зажгут окружные елки. А 25 декабря на площади Ленина откроют главную городскую ель. Сейчас заканчивают ее монтаж. Украшать елку начнут уже завтра. В этом году впервые образ новогодней красавицы создавал главный художник города. Прежде этим занимались сторонние подрядчики. Елка у нас каждый год разная. У нас ни один год не было такого, чтобы два года подряд одинаковая была елка. В этом году тоже будет своя концепция новая. Ну а какая она будет, это уже увидите. А вот елка у Кирхи уже принарядилась. В ноябре Поморская филармония объявила конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. В ответ дети со всей области прислали почти четыре десятка украшений. К создателям этого волшебства у организаторов была только одна просьба. Все игрушки должны выдержать снег, ветер и прочие погодные неприятности, которые так часто случаются в Архангельске. Полюбоваться на украшенные ели можно будет и в архангельских дворах. Городские власти в этом году решили вдохновить северян на творчество. Впервые был объявлен конкурс «Новогодний Архангельск», который выявит самые нарядные и атмосферные дворы города. Предварительно решено, что до конца января месяца будут подведены итоги, вручены призы. Но комиссия, определяющая победителя, будет выезжать в город в период с 25 по 27 декабря. Абсолютный факт. Искусством новогоднего оформления архангелогородцы владеют. Вот такие ели нарядили подписчики нашей группы ВКонтакте. Конкурсы на лучшее домашнее праздничное дерево, к сожалению, никто не предложил. Но эту ситуацию исправит наша телекомпания. Следите за новостями в группе Архангельское телевидение. И, кстати, во время работы над материалом мы с удивлением обнаружили. В этом году в сети появились номинанты названия лучшей зомби-елки. Вот, например, чудесная праздничная ель в городе Копейской Челябинской области. А вот красавица из украинского города Черновцы. В этом конкурсе Архангельск не участвует. Ирина Ившина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.